В Мичурицком в Котловане, выкопанном для газификации села, в пятницу вечером утонул 9-летний мальчик. Исчезнушего по пути из дома к бабушке школьника начали искать почти сразу. Ночью розыск результатов не принес, тело ребенка обнаружили с рассветом. Мальчик захлебнулся, упав в яму с ледяной водой. Она была выкопана за несколько дней до трагедии и успела заполниться талой водой почти на всю глубину, 2,5 метра. Небольшой котлован стал бы ловушкой и для взрослого человека. Выбраться из него невозможно, стенки слишком круты. Остается рассчитывать лишь на помощь извне, но тропинка, рядом с которой выкопана яма, находится в стороне от домов. Если мальчик и кричал, то его никто не услышал. Ограждения, которое могло бы помешать ребенку подойти к опасному месту, здесь нет. Там тротуар, там тоже яма. Вот они, вон она. Ее прямо отсюда видно хорошо. Яма. И вот дорога, тут тоже ходят люди. Сюда вот. Шел, может он шел домой, пошел домой вот. У него дорога дома сюда, он проходит по ней. Все, заглянул ребенок, все, нет ребенка. Подобных ям в Мичуринском несколько. И на обочинах дорог в жилом секторе, и на пустырях. Работы по газификации села идут второй год. И за это время необнесенные заборами котлованы уже становились ловчими ямами. Минувшей осенью была травмирована жительница соседнего села. Шла гулять с ребенком после газовщиков. Просто присыпанная яма, присыпанная. Она наступила ногой и провалилась в яму. Ребенок был на руках, она упала с ним. У нее перелом, у ребенка сотрясение. Они все отрицают. Что говорят? Ну, ничего не досудились. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по 216-й статье Уголовного кодекса. Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, провлекшая гибель человека. В администрации села и на предприятии, которое ведет работы, изъята документация. Идут допросы должностных лиц. Кому будет адресовано обвинение, следователи определятся в самое ближайшее время. С места происшествия Денис Коршунов, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук.